всем привет сегодня хочу сделать обзор на материалы для изнанки которые чаще использую своих украшениях мне задают вопрос какую изнанку я использую своих украшений действительно ли это натуральная кожа и просят рассказать чем вообще я делаю свою изнанку для украшений но чаще всего 95 процентов я пользуюсь натуральной кожи использую для своих изнанок мне очень нравится тем что если даже это кулон или колье он будет соприкасаться с кожей не будет портиться так как искусственная кожа она со временем просто стирается у меня очень много кожи вот я просто покажу сзади хочу какие кусочки у меня есть интересные очень много расцветок я когда вижу в каком-нибудь магазине или в интернет магазине кусочки кожи натурально интересные либо какие-то отрезы я обязательно покупаю потому что не могу не купить вдруг когда-нибудь пригодится хотя чаще пользуюсь такими нейтральными цветами классическими черными белыми какой-то серый коричневый чем например вот такого плана хотя тоже она будет очень интересно смотреться каких-то украшениях работах вот всевозможное есть у нее изнанка очень интересно они вот такие вот они красят конечно они это покрашенная но есть очень стойкие краски которые совершенно за сечением срока времени не портятся вот классические цвета конечно они такие тоже с ними ничего не бывает такую вот люблю золотую кожу она очень редкостно очень качественная хорошая золотая и серебряная такие на мне очень давно я не сильно часто использую потому что ну и конечно не ко всему она подойдет также ей в основном итальянская вот производства сша вот такой кусочек у меня есть еще некоторые а в основном все итальянская кожа вот часто я прямо такие вот нейтральные цвета беру они подходят ко всему это вот моя наверно самая любимая кожа там ее обожаю надо к и плотная и не толстая не вот то что нужно потому что есть тоненькие кожи а есть даже когда дырочку делаешь иголка например прорывает а есть такие плотные которые невозможно все руки можно поранить вот смотрите какая толстая кожа прям сумочная но тоже вот она не когда-то помню нужно было мне что-то с ней сделать вот такие есть всевозможные варианты вот тоже черные но она очень плотная для каких-то отделочных небольших работ туральная правильного цвета поэтому кожи очень много можно даже если кто-то делает заказ и и заказывать изнанку кого цвета кто-то вообще разницы нет ему главное чтобы была работа красиво а у кого-то есть желание хочется такую или такую изнанку вот тоже интересно кодилю кожу поэтому очень много кожи она действительно вся натуральная ему конечно когда сделаешь украшение не видно что там под ней но и если я как бы утверждаю что это натуральная кожа то конечно она будет натурально это можно посмотреть именно по носкости что она будет очень хорошо носиться даже если это в колье или в кулоне который будет соприкасаться с кожей также для своих украшений я использую очень интересный полюбившийся мне материал который называется ультра сьют или ультра софт ультра софт это не тканый синтетический материал который похож на замшу но он не лотнется не салится не не махрится ничего с ними бывает он посмотрите какой тонюсенький же не знаю это даже ни один миллиметр полмиллиметра наверное он просто бесподобный вот для брюшек своих цикадок я только его используя недавно только заказала еще один кто приходит вот такие вот небольшие кусочки но его хватает надолго я крупное украшение не делаю небольшие для сережек для брюшек цикадок недостаточно мне надолго хватает но он просто бесподобный у него такой небольшой-небольшой ворсик и он просто настолько качественный и он действительно очень хорошо смотрится но тем не менее он не портится вот нет такой засаленности как допустим у замши тоже натуральный бархат может тоже быть использован но бархат в украшениях я как-то не очень использую хотя он тоже может быть использован также есть фетр у меня очень много фетра вот столько еще много запасах их куча это жесткий фетр который я использую это для того чтобы предположим оплетение кабошона я вот сюда вот приклеиваю кабошон начинаю его оплетать вот здесь конечно цвет на самом деле вот это серый цвет почему он такой здесь сиреневатый такие все цвета меняются вот у меня очень много я с фетром работаю все сережки все кулоны все и делаю сначала на фетре а потом это уже приклеивается к изнаночной стороне это кожа вот так же есть мягкий фетр вот просто одного цвета взяла черный он конечно не подойдет для того чтобы на нем оплеталась что-то но тоже его очень часто используют для брюшек цикадок тоже он в серединке подходит но для много чего поэтому если различные фетры и всевозможные изнанки кто-то делает искусственно ну вот я мне очень нравится натуральная кожа и я как-то часто ее использую вот такой обзор на то что я делаю для своих изнанок украшения спасибо что смотрели это видео всем самого хорошего до новых встреч подписывайтесь на мой канал